Стали обновить ПК? Хотите лучше мышь или наушники? До 24 декабря у вас есть уникальный шанс приобрести мониторы, материнские платы, видеокарты и геймерские девайсы до 20% дешевле. Успейте получить свою скидку от Asus. Промокод на экране. Субтитры создавал DimaTorzok С вами в эфире Алисами и Лебедь. И на очереди третья партия. Да, третья партия, где у нас будут сражаться Ник Чиппер против Харлин. Давайте вначале мы расскажем вам о предикшинах на предыдущую партию. И мы как комментаторы, и вы как зрители поставили именно на Наймана, на Алжаса Батронбекова, но он проиграл. Но там была очень близкая игра, стоит дать должное. В решающем противостоянии все-таки Аллат оказался сильней, но тем не менее пролетели мы со своими прогнозами. И Аллат уже в который раз нарушает все предсказания. Поэтому, друзья, присмотритесь к нему. Может быть, именно он станет вашим фаворитом по этому турниру, потому что пока он идет очень хорошо. Да, пока что у Аллаты все действительно круто. Но открыто уже голосование на у нас следующую пару. Им на Чиппер против Харлин. Мы как комментаторы сделали ставку на Ника Чиппер. Я делала ставку на Охотника. Охотник — это также и мой любимый класс, поэтому я буду поддерживать руками и ногами Хантишку, Биг Хантишку. Посмотрим. Играют у нас Венера первого игрового дня. У нас Чиппер обыграл в первой партии Наймана, ну а Харлин победила Сильвернейма. Поэтому сейчас победитель поднимается по турнирной сетке и закрепляется в фаворитах. Ну а проигравший отправляется где-то уже в середину турнирной таблицы. Да, ну и следующая игра у нас очень важная с точки зрения уже турнирной таблицы. Потому что Найман, у которого пока что счет 0-2 будет играть против Сильвернейма, у которого пока что счет 0-1. И тот, кто проиграет следующую игру, тому придется уже тяжело. Если Найман получит третье поражение, у него есть очень большие шансы вообще не выйти дальше. Если Сильвер получит второе поражение, то ему придется тяжело. И он окажется в той же ситуации, в которой сейчас находится Алжас. Что по колодам этих ребят? Давай, наверное, быстренько пробежимся. Давай, давай, конечно. Давай. Ты вроде бы хотел что-то сказать. Говори, говори. Нет, я хотела рассказать немного о призовом фонде турнира. Давай, рассказывай. Но я думаю, что об этом попозже, потому что нам с тобой как раз вывели лайнапы. То есть ты очень вовремя взялся за Деклисты. Итого, давай быстренько пробегусь по лайнапу Харлин. Это тяжелый биг друид с Инзотом. Это вторая колода Розакус Приз. Третья колода Темпа Рога. Четвертая колода Контроль Варлок. Я думаю, что по особенностям колод уже будем нестись непосредственно, когда эти колоды будут исполнять. Ну а от Ника Чипера в бане Жреца в пули для него это агрессивный Мурак Паладин с двумя динозаврениями. Это у нас Инзот Контроль Чернокнижник. Это у нас Хайлендер Жрец, который в бане. И, соответственно, Биг Хант, о котором мы уже так много сегодня сказали. Именно так. Ну и посмотрим. Два Жреца у нас не встретятся в этом противостоянии. До этого все Жрецы у нас побеждали с первой же попытки. Но из чего будет открываться каждый из игроков, мы увидим уже совсем скоро. До этого, в предыдущем матче, насколько я помню, когда вы комментировали с Александром, то Ник Чипер как раз-таки открывался с Биг Ханта. С Охотником. И забрал победу с первой же попытки. Но там все было очень-очень круто. То есть там был Барнс в начале игры, оттуда Катрен, оттуда Круш, и пошли разносить лицо. Как зайдет сейчас, мы поживем, увидим. Вот очень меня интересуют две колоды на этом турнире. Первая — это современный Темпомак, то, на чем играет Аллад. И это Биг Охотник. Сумеет ли эти колоды как-то прорваться? И, кстати, третья колода — это Драконожрец. А мне очень интересно посмотреть за колодой Гнума его квест Мали Друида. Понятно, что он пока оставляет желать лучшего в плане эффективности. Но колода интересная. Есть такое дело. Ну и давай смотреть и думать, с чего будут открываться ребята. У Харлин есть как бы беспроигрышный вариант с Темпорогой. Темпорога хороша всегда и против всех. Это такой себе аналог Хайлэндер Престу. И что, кстати, хочется отметить, Темпорога вот как-то в этом дополнении, ну, по крайней мере, из тех матчей, что мы видим, уже играет, ну, не настолько страшно, как она была до обновы. Потому что усилились другие классы, они подтянулись немного. Нельзя сказать, что Рога стала слабее. Нет. Но просто дистанция с другими классами немножко сократилась. И в результате сейчас Разбойница нужно ловить действительно хороший старт, хорошее продолжение, потому что другие классы банально усилились в тех или иных аспектах. Безусловно, Рога ни в коей мере не ослабла, ничего не фиксили, ничего не убирали. Но он согласен с тобой, что и агра у нас подтянулась, и контроль стал жестче. Потому что до этого контроль чернокнижника брали далеко не все. Ну, а те, кто брали, это были прям единицы. И залетал он скорее на турниры с форматом Last Hero Standing, нежели на Conquest. Поэтому сейчас Рога даже пропадает из некоторых лайнапа. Вот как, например, у Чипера в лайнапе Рога отсутствует, но в то же время приходит Хантишка. Когда мы с тобой говорили за турнирную сетку, как раз хотела рассказать по нашему формату. Лучшие два игрока группового этапа у нас отправляются прямиком в полуфиналы. Третье и шестое место попадают в четверть финалы. Седьмое и десятое место покидает турнир. То есть Найман в последней партии сегодняшнего дня, если делает поражение, он падает вниз турнирной таблицы и есть все шансы на то, чтобы вылететь. Поэтому мы увидим дикую зарубу в следующей партии. И еще из интересного, помимо призового фонда, который получат победители, это еще будет и путевка в нашу звездную серию. Непосредственно на наш турнир StarLadder. Ну, давай посмотрим, как будет складываться у нас эта партия. Мы уже перейдем к четвертой. Да, четвертая партия на самом деле прям как-то вишенка на торте. И дело в том, что не только Найману нельзя проигрывать, но и Сильверу нельзя проигрывать. Потому что второе поражение — это уже такой тревожный звоночек. И вероятнее всего ты можешь забыть о том, чтобы попасть в полуфинал. То есть ты должен бороться за третье-шеестое место, то есть только за четверть финала, соответственно, играть на одну игру больше, а то и вообще получить возможность и шанс никуда не выйти с седьмого-десятого. Поэтому ребятам нужно собраться и отыгрывать очень внимательно свои финальные игры. Но вот у Никчипера и Харлин, конечно, все пободрее. Они выиграли по одной партии, поэтому они где-то могут расслабиться и одну из игр проиграть. Да, но если ты хочешь выйти именно в полуфинал, то расслабляться действительно не стоит. Ну что, мы с тобой уже сказали парочку слов от того, с чего могут открыться игроки, если для Харлин разбойница является весьма таким уверенным пиком. То вот для Чипера это открытый вопрос. С одной стороны, его агрессивный Мурлок-Паладин может вполне себе обыграть друида Харлин, вполне может обыграть разбойницу Харлин. Там вот тоже весьма любопытная сборка от Чипера. Использует он динозаврение в своей сборке. Это самые тяжелые заклинания в его колоде. При этом он еще отыгрывает очень любопытную шестерку, очень любопытный шестой дроп. Но об этом мы поговорим уже, когда он покажет нам своего пала. Именно под нее и играется динозаврение. Для того, чтобы она притаскивала заклинание за восемь, и ты получила рандомный восьмой дроп. Но да, действительно, это все будет, когда мы уже перейдем к паладину. Ну и поехали! У нас друид отыгрывает против контроль Варлока. Друид у нас оригинальный. Друид довольно-таки непростой. Эта колода схожа на биг друида. Но хочется отметить всех драконов, которые присутствуют в колоде. И также Энзота. Видим мы уже в руке у Харлин такую карту, как дракона-заводчик. Карта за девять кристаллов маны, которая будет у нас призывать на стол, вернее, использовать новую обилку у нас. Вербовочку. Да, это вербовочка. Очень приятно. Вербуем дракона. Ну и где-то еще там в колоде валяется мастер Сердцедуб, который у нас будет вербовать трех существ атакой 1, 2 и 3. Харлин ловит отличную разгонку, буйный рост, хранитель болот, есть нефритовый цветок, плюс есть великолепное продолжение. Хороший старт на друиде. В свою очередь Чиппер у нас открывается со своего Энзот-демон-чернокнижника. Ну и пока что для Ника Чиппера все хорошо. У него уже есть Барнс, у него есть всевозможные зачистки. Единственное, что печально для Ника, что его оппонент разгоняется прям нереально вперед. Причем еще и дар. Вот прям джекпот, можно сказать, выловила Харлин. Но она выходит просто на 10 кристаллов маны на момент четвертого хода Ника Чиппера. Это единственное, что сейчас должно пугать Николая. И если стопдека получит десятку Харлин, то будет очень страшно. Ну вот обратите внимание, 10 кристаллов у друида, 4 кристалла у чернокнижника. Неплохо. Да, это страшно. Это то, чем друид всегда был опасен. Это именно его разгон. Но не всегда и не у всех друидов получается найти такой голдфиш. С Харлингером у них была очень вязкая партия. Все решилось в пятой игре. Где казалось, что Сильвер вот-вот уже стабилизирует ситуацию. Но биг друид не удержал удар. Слишком мало здоровья осталось. То есть там тоже игра была очень близкой у них. Ну и мастер сердца дуб с вербовкой для Харлин. Прямо сейчас мы и отыгрываем эту легендарку. Ну а держи молоке появляется на игровой доске. И вот он мастер сердца дуб. Полетел он на стол. У нас Алик Страза. Добрый день. Вербовка работает. Добрый день. Мы не можем сыграть ни вытягивание. У нас 5 кристаллов. Мы не можем сыграть круговерть. Что происходит? Это вообще легально? Это друид. Это друид, который просто топдэкнул сердце дума. Это друид, который изначально на топдэчил разгона. Здесь чиппер разбивает лакея, чтобы хотя бы получить провокацию 3-9. Да, первый. Но это жестко. Это действительно жестко. И сейчас удобных трейдов для Харлин нет. Вот что грустно для девушки. Но зато у нее есть огромное количество ресурсов на столе. Причем у тебя драконозаводчик продолжает тянуть существ. А у оппонента только 6-й ход. И возможность сыграть только 1 контроль. Такс. У нас там, я смотрю, подъехали результаты зрительских прогнозов. На Ника Чипера поставили 52% наших зрителей. На Харлин 48%. А я-то смотрю, с первой победой Харлин прибавилась у нее в определенном поддержке. Ну не зря, не зря эта девушка полетела в Барселону на женский ВЭСК. И там отыграла очень даже неплохо. Вышла на мировой чемпионат. Пожелаем мы ей удачи. У нас вот два человека, который принимает участие на мировых чемпионатах. Это Харлин, который будет играть на женском ВЭСК. Ну это менее престижный турнир, чем, я имею в виду, женский, именно ВЭСК. Чем, конечно, турнир, на котором будет играть штан удача. Это старый добрый Амстердам. Чемпионат мира. Такое, знаешь, сравнение сейчас было опасное. Но я понимаю, о чем идет речь. Опять же, у нее очень круто сложилась ее история участия в чемпионатах. Это даже можно назвать где-то историей Золушки, потому что она еще до финала в Барселоне писала, что для меня это будет очень крутой опыт, для меня это будет вообще первый более-менее серьезный турнир. До этого она вообще турниры особо не играла. И в своем же интервью тогда еще до Барселоны она сказала, что как тренировка женский чемпионат очень крут, но я хочу попробовать себя на мировом уровне. То есть сейчас у нее есть возможность сыграть с лучшими игроками Европы. Да. Ну и вот, если там как-то еще мужской ВЕСК можно сравнивать с чемпионатом мира, то женский ВЕСК все-таки у него отдельный призовой, и, безусловно, только девушки там принимают участие. Поэтому победу Харлин многие зрители, ну, как-то, знаешь, обошли стороной, потому что да ладно, да ну это женский Хардстоун, кто там играет. А вот тут Харлин доказывает, что она действительно хороша и что она отыгрывает четко. Вот что приятно. Это, несомненно, огромный плюс для нее. Ну и давайте смотреть. Владыка Смертокрыл 12.12 у нас на столе, 7 кристаллов для чипера. Очень круто защищают его демоны бездны и сдерживают эту прору урона в лицо, и пока он себе выигрывает время. Ну и пока что мы не можем сыграть Круговерть Пустоты. Все еще не хватает одного кристалла маны. Ну мы можем зачистить этот стол. Так, добираем карту через библиотекаря. И это не то, что нам нужно. Вытягивание души. Будем отдавать прямо сейчас. На столе не так много места. Поэтому выйдет у нас только один дракон. Да, но и Ник Чипер не знает, есть ли в руках еще драконы, кстати. Ну он себе пока готовит почву для Круговерти следующим ходом. Ну а Харлин идеально сейчас вписать максимум урона. Да, тут нужно перед Круговертием максимально идти в лицо, согласен с тобой. Переизбыток маны. Даже знаешь, что нужно сделать? Нужно не отдавать Смоляного Стража 1-1, для того, чтобы наш драконозаводчик не притащил на никакого Дракона на стол. Не потянул нам дракона под Круговерть. Надо сохранять. Ну нет, Харлин. Так, не будет действовать, она будет идти в удобные для себя размены. И постарается просто вписать 8 урона в лицо такими разменами. Ну может хотя бы сыграем тогда Цветок Непритовый. Вписали больше урона и сыграли Харашо или Тигра. Четко, четко делать все. Харлин, тут вопросов к ней нет. Круговорот Астральных Тигров в природе. Предсмертный Хрип, это существо возвращается обратно в деку. А драконозаводчик ничего не тянет, ибо стол полностью занят. Ну что, у Чипера... Ну у Чипера есть вариант сыграть через Хэлфэр. Через Адское Пламя? Да. При этом у нас есть еще и две стрелы тьмы. Как возможность докинуть урона в доисторическом. Да, этот ход намного юзабельнее, чем Круговерть Пустоты. Ты ее можешь оставить под потом. Энзотов и так далее. 17 дней здоровья остается у Харлин. Ну, на самом деле, очень эффективная зачистка для Чипера. Он понимает, что Круговерть это прям мастхэв. Поэтому сохраняет и отбивается малой кровью. Да, приходит на стол Косолапый Страж. Потащит он еще одну карту. Из колоды, по-моему, даже две, если не ошибаюсь, он тянет у нас две карты, два существа с атакой, три или меньше. Четыре. А, четыре или меньше. Кстати, эту карту анонсировал у нас Павел. И все говорили, что вот, карта не заиграет, карта не появится. А на деле, механика вербовки дает возможность реализовать данный таун за восемь кристаллов маны. Так, приходит, наконец, десятка, тотальное заражение. Как нельзя кстати. Хороший размен. Еще один Косолапый Страж. Еще одна десяточка, гнев, и мы притаскиваем на сто у нас Майер Кипера. То есть Хранителя Баллот. Ну, дичайший просто прессинг здесь от друидов. А Чернокнижник-то ответить, ну, банально, ему нечем отвечать. Не способен. Вот за что, как по мне, слабость этой колоды, он невероятно хорош. В контроле стола, в точечном контроле, оно переходить в контрнаступление не может. Ну, для этого нужен ДК. Для этого нужна... Энзот, ДК, Лакеи, чтобы притягивать провокацию. Ну, что поздняя игра одним словом, а если у тебя только зачистки, ну, то, соответственно, ни о какой контратаке речи быть не может. Будет пробовать тут, возможно, выставлять Фанатика, но нет, все-таки Ник Чипер не решил тратить на это время. Ну, а тут мы продолжаем, это Кун. У нас забытый король, и Малфурион пагубный. В два яда или в две провокации нам сейчас на этот вопрос ответит Харлин. Это яд. И добавим мы к этому способность героя и пробьем на три в лицо. Ищи ошибки. Мне кажется, что Чипер сейчас ошибки будет искать, потому что продавили его, ну, прям нереально сильно. Но я бы себе такую футболку заказала, особенно на эфир. Михаил. Выглядит нормально. Отпускаем фирменный мерч. Ищи ошибки. Как там еще для комментаторов что-то вот такое? Уволить или уволены? Уволить это пойдет, да. Но это надо, наверное, у наших зрителей спрашивать. Самые такие смачные и интересные варианты для нашего мерча. Уволены это вообще нормально. Футболка. Я бы себе взял там 25 ранг. Вот, кстати. Пойдет, пойдет. Нет, это вообще пойдет. Идея? Стратегия даже. И Энзот возвращает на стол самое главное тигра. Потому что это еще один тигр, который сейчас выйдет на стол. Это тигры, которых будет тягать косолаб. У нас вновь предсмертный хрип на столе. И теперь круговерть не так уж и хороша. Ничего не дает особо. Вот в том-то и дело. Ну, интересный друид от Харлин. Все-таки на первый взгляд ее лайнап отличается. Причем серьезно отличается от лайнапа. Ребят, но тут он отыгрывает более чем достойно. Скромный тигр. Это все, что осталось после Энзота. Ну, знаешь, учитывая количество этих тигров, не такой он уж и скромный. Их сила в стае. Ну, для того, чтобы они вышли с тайтами, нужно вначале поставить тигры, только потом уже выкидывать косолаба. Ну, и тут просто обилкой уже будем забивать. Просто поход в лицо от девушки в прямом эфире бесплатный и без смс. Просто друид, который избивает Гулдана. Но здесь находит ДК-чипер, отыгрывает его и просто армия провокаций. Как будем пробиваться? Да. Ну, три удара во владыку. Это, конечно, сильный ход с точки зрения возвращения на стол от представителя Тим Спирит. Ну, формально как это влияет на исход партии? Разве что под Инзота ты проспамишь еще немного предсмертных хрипов. Сейчас вынудишь оппонента отдавать ресурсы и потом пытаться возвращаться как-то через бога древнего. Ну, если ты сумеешь вернуться. Тут проблема у друида все та же, что и была. Старые добрые проблемки. Ты не можешь зачистить стол оппонента. У тебя нет ни одного нормального ремовала. И весь стол в провокациях 1-3. Хорошо стоят. Да, видим мы, друзья, сообщение про трест. Но, к сожалению, у нас задержка с вами в 15 минут, по-моему, или в 10. Надеюсь, что к этому моменту, когда я говорю эту фразу, наши звукорежиссеры все это отремонтировали. Да, но если нет, это очень грустно. Да, друзья, приносим свои извинения. Энзот. И привет. Вот об этом моменте я и говорила. Фатик для Харлин, вот он уже. А пробиваться-то нечем. Вот он, план на игру от чипера. Мы увлеклись настолько процессом избиения чернокнижника, что пропустили момент, когда чипер переломил партию в свою пользу. Хорошая игра, первая победа. Да все хорошо. Даже без ДК чипер тут справился. Харлин пыталась его задавить. Это единственный у нее был шанс. Но... Чипер как босс на самом деле. Первая победка. Легко. Идем дальше. Ну, Харлин тут без шансов проигрывает. Хотя, согласись, партия выглядела достаточно сильно. Ну, вначале Друид пытался задавить, но ему все-таки не удалось. Энзот вовремя. И это всего. Энзот. ДК. Большое количество провокаций для чипера. Плюс он мог как раз дотянуть до своих масс зачисток благодаря таунтам. Ну, и смотрим дальше. Все еще есть Друид для Харлин, ну, а также две сильные колоды. Это Рога и Варлок. У Ника чипера паладин и его Биг Хантер. И это Большой Охотник. Вот любопытно. Посмотри, как эта колода будет работать. И вчера была все-таки случайность. Или это на самом деле колода очень-очень хороша? Михаил, попрошу. Это Золотой Биг Хант. Окей, окей. Золотой Биг Хант. Ты просто же знаешь, сколько туда ушло Пуэли. Серьезно. Был бы это какой-то МИД Охотник, у меня даже не было сомнений. Ну, потому что чипер хорош на Ханте. Он бы сделал сборку, которая работает. И все было бы хорошо. Но вот Биг Охотник выглядит прям очень диковинно. По результатам его стрима он много отыграл на Спал Ханте. Террая Сикрет Ханте. Он много отыграл на Биг Ханте. У Биг Ханта по его статистике винрейт выше. Посмотрим сейчас. Заходит уже в руку стартовый демон. Но это не то. Это не то на старте, что ты хочешь видеть. Ты хочешь видеть, безусловно, карты, которые этого демона таскают. Кстати, я хочу посмотреть, есть ли тут Барнс. У кого? У Харлин нет? Да, у Харлин Барнса нет. У Барнс только у чипера есть. Ну и, соответственно, два Повелителя Бездны. Срабатывает Блуждающий Монстр для чипера. Обереги по дефолту. Один Сайленс даже играет в виде разрушителя Чар Инзота. Тут нет. Вместо этого всего играется... Ты посмотри, Барнс заходит к чиперу. Хорош. Барнс на четвертый ход. Смотри, третий лук. Четвертый Барнс. Теперь понятно, отчего такой высокий винрейт у чипера на Биг Охотнике в Монстре. Вообще вопросов нет. Вторая игра на Биг Хонте, Барнс на четвертый. Все нормально. Сейчас будет высокогриф. Смотри, как и первую партию. Давай. И... Ой, маленький... Маленький круж. Комнатный такой. Это... Круж в начале своей карьеры, думаешь, да? Круж глазастик. Все пойдет. Только не с колода, а с Барнса. Пойдет вообще. Ну вот, а мы с тобой так много хороших карт на Вангвале, а пришел всего лишь Круж. Так. Малыш Круж погибает. Очень сильно Харли нужен лакей для того, чтобы... Ну смотри, убили детеныша, теперь Стопдака должна зайти мать. Давай. Ай, не то. Но очень хорошая карта сейчас в Кривую Ману. Определенно. Да, карта на самом деле хорошая. Хафер. Да, сразу чувствуется рука опытного Хартишки. Пошли, пошли. Красиво. Просто... И луком даже ударяем по лицу. 15 дней здоровья. Вижу лицо, не вижу препятствий. Слушай, а я два демона-то в руке. Мы их не можем таскать. Вот в чем проблема сейчас для Харлин. Но в любом случае сейчас через осквернение полная зачистка стола. Плюс у тебя есть обереги, которые дают тебе похищение жизни и здоровья. И также есть первоученица Рин, который является таунтом. Что очень приятно, это как раз таки обереги. Как ты верно подметила, они не только ценные тушки в виде того, чтобы у нас наносить урон, но они дают отхил. Похищение жизней. Рин на столе. Провокация 3.6. Слушай, а получается, что у нас для Харлин-то лакеи ничего не завербуют? Потому что в колоде больше, кроме повелителей, бездны нет демонов. Именно так. Ну это прям тогда совсем грустная история. Грустная, но какие есть варианты уже. Надо доиграть от того, что имеется. Это факт. И оберег. Хилимся на 3. Призываем кота. В шляпке попрошу. Это цилиндр. Ладно, ладно, в цилиндре, окей. В шляпке. Что ты его так недооцениваешь? Это, между прочим, интеллигентный кот в цилиндре. Его так зовут, я ничего не могу с ним сделать. Алисе. Фокус котус. Так, самого кота зовут кот в шляпке. В шляпке? Что за перевод? Так, монета и первый повелитель. Играем повелителя бездны или нет? Я даже загуглила, Михаил. Все-таки это цилиндр. Ну да ладно. И, наконец-то, начинаем выставлять повелителей бездны и получать таунты. Катра на столе. Играем трекинг. Что, нам нужен дэмэдж, который, возможно, игнорирует таунты? Или? Ну, просто проблема в том, что если ты заберешь команду взять... Ты скидываешь Рексара. Да, ты скидываешь Рексара, и не факт, что ты сумеешь добить. Через команды взять, учитывая подхил. Помимо, кстати, оберегов, у нас из интересного, что еще есть у Харлин. Слушай, у нее по хилу-то достаточно скромно. У нее две микстурщицы, два оберега. Она не играет темные пакты, как играют другие чернокнижники. Кто-то играет одну копию, кто-то играет две, но это восемь дениц хила. У нее этих сполов нет. Соответственно, и пул здоровья ограничен. Ну, не знаю, не знаю. В итоге мы забрали Рексара. Окей, с Рексаром. Ну, мы просто сейчас хотя бы разбираемся с первоученицей, и есть хороший размен демона. С Рексаром, как по мне, будет намного больше шанса выиграть у чипера, потому что команда взять с возможным ДК от Харлин могла проиграть игру. Это факт. Ну, а зомба-звери — это нон-стоп прокрутка существ. Кстати, пока, насколько я знаю, ДК не копает и не дает возможности сделать зомба-зверей сын новых существ. Но обещали в скором времени разработчики это дело пофиксить, и скоро мы увидим в выборе и новые карты. Об этом не так давно на официальном форуме писали, на рейдите. Я еще эту информацию не видел, поэтому любопытный момент. Ну что, Ишарадж, легкий десятый, удар высокогривом, скип. Высокогрив. Так, найдет ли здесь Харлин у нас варианты? У нее 10 кристаллов, есть вытягивание, есть адское пламя. И да, у нее есть размены. Или она просто будет банально закрываться таунтами. Так, еще. Немного провокаций от Харлин. И остается только король кружденника чипера в колоде. Правда ведь? Все остальное уже сыграло. Который заходит в руку. Угу. Все остальное ведь уже сыграло. Показывал как раз чипер, что у него одна карта осталась. Потом сам себе показал еще ошибки, когда увидел второго высокогрива. Здесь есть крутая адаптация. 5-8 таунт. Нормальная адаптация. Причем божественный щит, который даст нам хороший размен. Ну приятнее точно выглядит божественный щит. Или плюс к ХП, но точно не таунт. Таунт это прям беда. А сколько у нас в целом здоровья для охотника осталось? 28. 28. Ну, такой варлок это точно не та кауда, которая может там нереально сносить тебе здоровье без контроля стола. Только разве что ДК может этому поспособствовать, но не более того. Понимает Харлин, что больше не осталось картуника чипера в колоде. Соответственно король круж, которого притащил Барнс у нас в руке. Плюс к этому был сыгран какой-то секрет. Это у чипера довольно-таки большой пак секретов. Там и взрывные ловушки есть. И фокус-котус, и блуждающий монстр. У него различные виды секретов. Причем у него еще есть и метка охотника. И добавляем ли он что-то на стол. Да, библиотекарь появляется, добирает нам карту. И это смольной страж. Десять кристаллов маны в доступе для нико-чипера. И это вполне может выйти король круж. Или мы сыграем четверку плюс пятерку. Вначале будем раскапать беста. Похоже, что у нас будет сыграно две четверки. Ну это хорошо вписывается в ману. Ты не теряешь темп. Ой, слушай, хорошего мы зверя только что склепали. Помимо того, что он сам по себе довольно-таки жирный, он еще очень приятно будет атаковать оппонента своего боевого клича. Ну а здесь у нас с нистоством ветра 4-6. Тоже недурно заходит. Но вот только не будет он атаковать. Если твой герой не проатакует. Вот в чем беда. Ну поднимем свечка стрел, например, или второй лук. Ну мы это опять-таки все можем зачистить через адское пламя. Но мы получаем урон. Не хватает декам. Сейчас для Харлин. Надо отыграть от короля круж. Поэтому, наверное, даже пойдет провокация в виде смоленого стража. Да, я думаю, что Талнас тоже полетит на стол. Нет, не хочет добирать еще карты Харлин. Надеяться, что ДК изойдет как можно раньше. И оставить это под зачистки. Ну на самом деле, чиппер он в своем стиле. Он достаточно агрессивно играет на ханте. Так, еще одна раскопка. Не нравится второй выбор. Ни хрустогрыз, ни гризли. Ничего тут. Не импонирует выбору чипера, но хотя бы самоцветный Ара. Притащит тебе дополнительную карту видеобеста. Может это будет еще один круж? Сейчас увидим. Или высокогриф. Что тоже очень приятно. Три волка для начала. Круговерть. Ну, адское пламя Талнас. Есть такой ход, конечно. Но 8 хп. Опасно. С другой стороны, провокация с двумя хп. То есть, там, кружка тебе не доберется. Никак. Всегда страшно получить, например, две команды взять. То есть, ну... Сам понимаешь, охотники это еще те коварные, милые существа. Помнишь, великолепные леталы в свое время через пустая рука заходит скорострельность, а скорострельность, еще одна скорострельность. Да-да, я оттуда киллкоман. А там команда взять, и ты такой, пуши, улетел в космос. Поехали. Перебирать демона. В общем, надеется, что сожжем колоду оппонента в ближайшее время. Так, раскопка еще одна. Кода, насколько я понимаю, забирает. Чипер. Да, именно так. Кода 6-8. Отличное существо. Ну, а здесь еще одно вытягивание. Вытягивание. Вытягивание играется в кодом. И Харлин все еще нужно искать. ДК. ДК. Получается, что не сыграй, чипер у нас... О-о-о, пойдет. Хорош топдек. Отличный летал от чипера. И его бигхант вновь побеждает. 2-0 для чипера. И пока что на этом турнире Николай играет со статой 5-0. Причем мы говорили, что в первый игровой день очень сильно зарешал Барнс, который потянул высокогриво. В этот день Барнс потянул ему очень слабое существо короля Круша 1-1. Но даже несмотря на это он смог победить. И эта вторая победа подряд остается только паладин. Но я думаю, что Харлин должна оставаться на своем чернокнижнике против Агроколот. Этот чернокнижник играет отлично. Пока чипер просто уничтожает на нашем турнире. Ну и посмотрим. В отличной форме находится. Очень в хорошей форме сейчас чипер. Да, на самом деле и инер сейчас очень так бодренько идут по турниру. Дело в том, что инера мы видели в последнее время на турнирах. Штан, то он на какое-то время выпал, но это человек, который заслужил себе слот на чемпионате мира. Он мог себе позволить небольшой отпуск. Что с ними произошло? А вот когда мы в последний раз видели чипера на турнире? Вот на крупном, на большом турнире? Ну вот. Вот поэтому для Николая это как раз-таки возможность доказать, что он разрывает все еще в турнирной мете. Что он был хорош там не только год назад условно, а что он и сейчас круто отыгрывает. Поэтому хочется пожелать Николаю точно удачи. Я думаю, что ему победа на этом турнире нужна как никому другому. И по результату 5-0. Я думаю, что он с этим согласен. Он на самом-то деле идет на данный момент лучше всех по турниру, потому что он единственный, кто в первый игровой день сделал чистую победу. Он даже не играл 5 партий. Он достаточно быстро расправился с Найманом. И сейчас он ведется счетом 2-0, не проиграв пока Харлини одной партии. Пока что да. Два ли Катлина в руке. Это слабенько. Но хотя бы третий ход неплохой. Причем 2. Два защитника холмов. Выглядят классно. Ну и лакей, который завербует демона. Если два демона не зайдут в руки раньше, как это было в предыдущей игре. Ну и какой-то секрет играет Ник Чиппер. Харлин придется угадывать. Но в любом случае, в начале игры ты не особо боишься всех этих секретов. То есть зачастую в любом случае будут забирать или побег на кода, или знаменитый Noble Sacrifice. Он же ложись. Тут раскопка Гризли полетел в руку. В ответ пушка Размен. Ну опять-таки от Харлин все понятно. Вначале играем Mortal Coil. Если он возвращается через на стол, играем еще один лик. Если не возвращается на стол, играем какой-то из третьих дропов. Смотри, все-таки заходит один демон. Ну и это Redemption, который мы с вами, друзья, и видели. Ну и теперь вопрос. Мы оставляем его на столе. Да, оставляем на столе. Будем копать дальше. Озрук слабо. Демон Бездны тоже слабо. Я думаю, Психотрон. С другой стороны, Демон Бездны — это еще один демон, который воскреснет из-под ДК. Ну и под Психотрона, что играет против, у тебя уже есть хороший пятый дроп, который ты будешь реализовывать. А это Локей. Неплохо. Абсолютно правильно разменивается от такой карты, как Defile. Осквернение, да. Нужно осквернение на русском языке. Ставьте существо с одной единицей здоровья. Там бы была легкая зачистка. Один, два, три. Ну и Локей. Оскверненный, если я не ошибаюсь. Осквернен, но не сломлен. Пять кристаллов маны можно выставить драконида, можно выставить мегазавра. Драконид выходит в ману. И все в лицо. Вру. Одержимый Локей. Не осквернен. Тогда одержим, но не сломлен. Одержим демонами, судя по тому, что он их вербует. Такс. Думает, разменивать ли этого товарища. Идем в лицо. Надеемся, что придет стопдека. Демон в руку Харлин. Но надежды чипера не увенчались успехом. Размен жонглера. На стол полетел. Демон. Мы забрали драконида. Ну что, будем надеяться на, может быть, адаптацию на яд сейчас с мегазавром. Да, повелителя бездны нужно убирать. Очень он грустно выглядит. Да, это именно яд. Причем решает отдать именно Мурлока 2-3, озерного охотника оставить. Мурк визитора 1-2. Смысла там точно не было. Все-таки, наоборот, ты бы получил чуть по статове и существо. И здесь будет ликом забирать у нас Харлин. Мурк визитора. И, наверное, даже Рин. Именно так. ДК войдет уже на 10-е. Это хорошо для Харлин. Ну и вопрос, умеет ли Никчипер до этого 10-го продавить. Пока все говорит о том, что нет, не успеет. Но будем смотреть, учитывая, что там есть кобыла, там есть динозаврение. Мы сейчас можем хорошенечко попытаться закрепиться по столу. Кобыла отыгрывает на мегазавра. Едничка урон альтит в лицо. 23 дни за здоровье остается для Никочипера. Никочипера. Ой, сори, для Харлин. Никочипер пока доминирует по столу. И нет сильной восьмерки в виде круговертия пустоты. Вытягивание будем отдавать мегазавра, чтобы убрать 9 урона. Больше вариантов и нет. Да, будем мелочью закрываться. Вот тебе смотри, сыграл раскопанный демон бездны, который сейчас принимает в себя урон. Восемь кристаллов в манаде. Динозаврение все еще в активе. Или про спам стола. Рискует здесь частично чипер. Надеется, что не будет немоты или вытягивания. Но есть и то, и то. Есть и немота, есть и демон. Будем отыгрывать сейчас немоту, но и печать. Нет, смольной страж. Очень-очень с его решила отыграть Харлин. Хоза чипером. Ну и вот с каждым ходом дальше. Чем глубже в лес, тем больше демоны. Чем ближе к 10, тем выше вероятность ДК. А далее и эндзота. К оружию. Раскидываем урон. Вскрываем одну микстурщицу. И должны вскрывать вторую, наверное. Озерный Охотник. Провокация. Ну и грустно это все выглядит. Не Стражница, не Волномут, не Озерный. Это все карты не те, которые ты хочешь видеть. Сочистка. От Харлин. И вариантов для чипера, к сожалению, больше не остается. Потенциал немного другой этой колоды. Не для лейтгейма. Именно для ранней или мид-игры. Ну, пытаемся, пытаемся еще проспамить стол. Как-то повоевать хочет Николай. Возможно, потрепать нервишки своему оппоненту. Может быть. Может быть. Давай-давай, демон на столе. Ну и здесь еще одна полная зачистка стола. Плюс еще одна печать. И это все, ибо для чипера лейт здесь закончился на двух динозаврениях. Не, ну тут без шансов. Нет, еще 5-5 есть. Ужас. Но это не проблема для Харлин. Поэтому чипер сдается. И это 2-1. Отыгрывается у нас представительница России. Как минимум первую партию забирает. Но если она хочет выиграть эту бест-5, то нужно забирать еще целых две. Ну и напомним, друзья, что так как у нас играется раунд-робин, то есть если каждый играет друг с другом, тебе нужно проигрывать с наименьшим разрывом. То есть лучше проиграть 3-2, чем проиграть 3-0. Потому что при одноком количестве очков, то есть победа и поражения, будет учитываться именно статистика личных встреч. И затем уже количество партий, которые ты отжимал в бест-5. Ну готовится, готовится не к чипер, как-то морально себя. Успокаивает. Мне кажется, что он просто обращается к богам рандома, для того, чтобы ему нашаманили хорошую руку. Но в предыдущей игре у него была не самая плохая рука. Но оппонент. У Харлин, да. У Харлин все было страшнее. То есть у тебя может быть идеальный заход, но если у Лока есть на каждый из этих заходов ответ, у тебя ресурсы просто закончились обманально раньше. Это анти-агра-колода. Чернокнижник. Это анти-агра-дека. Причем дека, у которой в большинстве случаев хороший заход. Потому что колода очень сбалансирована, продумана. И практически всегда у тебя есть что сыграть. Именно так. Вновь забирается друид. В предыдущей игре он не зашел, но вот как раз-таки против. Возможно, паладина он сыграет, если зайдут вовремя провокации под разгон. Если все это будет классно синергировать друг с другом. Ну и первый ход для Николая. Хороший. Да и продолжение неплохое. Мурлок-палорука пободрее явно. Тигр на четыре кристалла маны. Сейчас мы отыграем Гнев. На третий ход будем уже выходить в рамп через Буйный Рост. Затем отыгрывать Тигра. Затем, возможно, полетит Чума. Удачно, что зашел разгон и Чума. Как анти-агра-карта. Гидролог. Раскопка одного из трех секретов. Забираем Репенданс. Вот что интересно. Ну, покаяние под рамп-колоду. Может очень эффективно сыграть на опережение чему-нибудь тяжелому. Положи это яблоко себе на голову. Эх, старая карта. Очень. Особенно помните моменты на турнирах, когда у оппонента стоит жонглер. Помню, с чьей щупальцем. И какой-то человек, кто вдохает Лероя. Просто стреляет Лероя. Хайлайты. Два дракончика. Жонглер расстреливает Лероя. Тут умирает. Летала нет. ГГВП. Жонглер решил, что он снайпер. Пять кристаллов маны. И у нас выбор между Тигром и еще рампом. Ну, безусловно, выбирает рамп. Дальше, дальше, дальше. Разгоняемся. У Харлин опять хороший заход на Друиде. Но в предыдущей игре это не помогло. Но тут, будем откровенны, это намного менее тяжелое. Поэтому шансов, что тут ты успеешь передавить больше. Влетает сейчас у нас 9 урона в лицо Друиду. Оставляем на 16 единицах здоровья. Я думаю, надо стать косолапом. Да, согласно с Тигр Харлин. Ловим покаянием. И один кинжал дает размен с жонглером. Тут еще и пробав для чипера. Гидролог. Еще три секрета. Ну, опять забирается покаяние. Никакого ока. За ока. Мимо. Мазила на жонглере. Подожди, сейчас исправится парень. Все. Я же говорила. Попал. Попал жонглер. Он испугался за свою судьбу. И решил попасть. Теперь два таунта на пути чипера. Отдаем озерного. И отдаем гидролога. Печалька. 8 хп. Ох, классный топдак. К чуме теперь еще и смоляной прибавится. Или может быть чума изобрать жонглера, чтобы тебя не раздражали кинжалы. Изобрать жонглера, думаешь? Ну. Ну это как вариант. Смоля просто страж впитывает в себя одно из этих существ. Вот что круто. Тоже правда. Так. Топдак на 6. Не самый сильный. В начале размены потом у нас будет призыв к оружию. В правильном порядке играет для того, чтобы в никуда кинжалы не летели. Ах, жонглер работает. И жонглер под номером 2. И еще одно покаяние. Дракона-заводчик. Но поможет ли тебе это? Сейчас бы доисторический. Как тебе круто зашел. Он был только один в колоде. Но тебе нужно было его с руки разыгрывать. То есть вместо дракона-заводчика доисторического нужно было получать. И вновь срабатывает у нас покаяние. Полетел на стол дракона. Именно Аликстраза. Я могу видеть. Что? 3-1 для Чипера. Ищи ошибки, пишет Чипер. Вернее, показывает на своей футболке. Доволен собой Николай. Уверен в себе. Но пожелаем... В своем ханте. И хант ему отвечает тем же. Пожелаем ему только удачи, чтобы такая стабильность у него оставалась и до конца турнира. Ну и, друзья, парочку слов о нашем партнере турнира Honor 7X. Смотри по максимуму. Высокая производительность, качество и технологии по доступной цене. Да. Не забывайте про это, друзья. Потому что если бы не наши замечательные партнеры, то этого турнира бы не было. Поэтому нужно уделять им определенное время для того, чтобы и вы смотрели турнир, и мы его освещали, и все у нас было хорошо. Ну и, ребята, мы уходим на короткую паузу. Я очень надеюсь, что Сильвернейм и Нейман быстренько соберутся и отыграют свою игру как нельзя. Круто, потому что, напомним, у Неймана 0.2, у Сильвернейма 0.1. Никому из них нельзя проигрывать. Если у Сильвернейма есть еще... Ну, то есть он уже на таком тоненьком... Но, в принципе, еще одно поражение не супер критично. То Нейману проигрывать больше нельзя. Еще одно поражение для Сильвера почти гарантирует ему, что он не выйдет с первого, со второго места. Что он будет бороться только за четвертьфиналы. Мне кажется, зная Сильвера, он все-таки выложится по максимуму, потому что он хочет играть. Он хочет играть турниры, он хочет показывать себя. Плюс у него достаточно большая аудитория, и он хочет оправдывать надежды своей аудитории. Поэтому сейчас будет битва очень серьезная. Я уверен, что Сильвер хочет хорошо выступить перед своими зрителями, которых много на нашем стриме, друзья. Всем, собственно, привет. Но и в то же время Нейман — это человек, которому нужно каждый раз доказывать, что он не просто так защищает цвета такой именитой команды, как Virtus.pro. Это одна из крупнейших вообще киберспортивных организаций мира. И были там даже в свое время, я помню, разговоры, там даже менеджер Virtus.pro говорил о том, что у нас есть Dota, KS, это команды какие мировые, но и Hearthstone. Ну и вот как-то, знаешь, на фоне... Ну и вот Нейман просто человек. Hearthstone — это жизнь. Ну вот на фоне именитых, не знаю, там команд с Пашей Бицепсом или вспомнить только в ВП по доте, это просто легенды, то Нейман, ну, у него были крутые достижения, он пробивался на BlizzCon. Но ничего больше... Ну, знаешь, как по мне, Нейман — это человек, вокруг которого и по большей части и строится команда Virtus.pro, потому что по Hearthstone, потому что он двигатель. Благодаря его опыту и командной игре они показывали очень хорошие результаты на тринити-серии. В конце концов, они дважды брали третье место на таком огромном турнире. Но вот да, сольных достижений, очень крутых у Неймана давно не наблюдалось. Пожелаем ему удачи в следующей партии, как и Сильверу. Да, победит сильнейший, а у нас небольшая пауза, и мы вернемся к противостоянию. Промокод на экране. Продолжение следует...